Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос и хотел бы дать на него ответ. Значит, а вы пишете, что вы не уйдете с Мудем 5 лет. Срок довольно большой. Все это время у нас были замечательные отношения, пишете вы. Вы, так, все это время у нас были замечательные отношения, то есть вы говорите мы. Вы, получается, настворяетесь, вы, получается, перестаете идентифицировать себя, то есть перестаете различать я и он. Вы говорите мы, вы говорите, как бы, за вас, что у нас были замечательные отношения, но, но, все дело в том, что вам это, скорее всего, кажется. То есть это для вас были замечательные отношения, а вот для него, у него, видите, немножко получается по-другому. Ага, значит, конечно, конечно, мы ссорились. Так, из-за чего вы ссорились? Почему вы говорите мы ссорились? Почему вы не говорите, что я ссорился? Из-за чего я ссорился со своим Мудем, если я его так сильно люблю, если у нас есть замечательные отношения? По какой причине? Далее, делали ошибки. Опять же, нет. Опять же, нет. Не нужно говорить, что мы делали ошибки. Это неправильно. Вы можете сказать, я делала ошибки какие-то. Вот, я делала ошибки, это сказать можно. То есть мы делали ошибки, нет. Потому что вы таким образом берете ответственность на себя, за другого человека. Это не есть правильно. Это не есть конструктив. Конструктивно для отношений между двумя людьми. Далее. Всегда любили и сохраняли семью. Ну, вот здесь, понимаете, мне видится так, что вы возвели в рамк идола своего рода, свою семью, ну, вашу семью. Вы возвели в рамк идола свою семью, свои семейные отношения. И ради этой самой семьи вы готовы вот на все. Вот ради этой семьи вы готовы на все абсолютно. На все совершенно. Ну, понимаете, вот если вы сохраняли семью, то вы и сохраняли семью. Как не банально это звучит. То есть вы не виделись партнера. Вы видели семью. Вы старались сохранить семью, а не партнера. Знаете, я почему вам это все говорю, да? Дело в том, что за вот этим вот желанием сохранить семью, очень часто теряется желание сделать другого человека, партнера, партнера своего, счастливым. Вот. И судя по тому, что произошло у вас, судя по тому, что я вижу, именно вот так получилось, что семью вы сохраняли, а партнера своего нет. партнера своего вы сохранить, ну, получается, не смогли, если произошло то, что произошло, конечно. И вот это очень важный момент. А вы сохраняли семью, да? Сохраняли семью, вы говорите. Для чего? Вот вы семью сохраняли. А в какой цели? Зачем? Подумайте, пожалуйста, на это. Для чего вам вообще семья? Так. Причем так, что он меня на руках носил и в прямом, и в переносном смысле. Ну, понимаете, даже если он носил вас на руках, это здорово, это здорово, конечно, что носил на руках он вас, здорово. А хуже другое, что вы по какой-то причине решили, что так будет всегда. Вы решили, что он будет носить вас на руках всегда. Постоянно. А это, к сожалению, вот не так. Чувства, они меняются, чувства, они... Ну, не то, чтобы угасают прямо, они, правильнее сказать, чувства, они трансформируются, да? Они трансформируются в что-то более спокойное, более глубокое. А вот то, что описываете, то, что описываете вы, это прямо, знаете, вот некая такая страсть. Некая такая страсть. И, как бы, ну, это предназвительство. То есть это может длиться, там, 3 года, это может длиться 5 лет. Но, как вы понимаете, что, вот, что-то случилось, и это прошло. И я для него, и я все для него. Все для него. Вы для него все. Вече вы. Ну вот, ага, пожалуй, это и есть ключевая, ключевой пункт, что вы для него все. Вы для него все. А себе-то что? Вот себе что оставить, если вы для него все? А вы где, если вы для него все? Вы растворяетесь, как бы, в человеке, получается, да, полностью в человеке растворились. Ну и, соответственно, вот, как раз в этом и заключается проблема. Почему все для него? Зачем все для него? Ну вы отдаваете ему, конечно, вы как бы вкладываетесь в человека эмоционально. Это безусловно. но все-то зачем? Знаете, вот все зачем? Вот это ваше все ну и привело к тому, что вы оказались без помощи перед ситуацией, которая произошла. И вопрос не в том, вопрос не в том, что вы оказались в ситуации такой. Вопрос в том, для чего вы все для него. Вы говорите, у нас первая любовь, очень большая. Знаете, родственники, у вас очень так все как-то воззвышенно, романтично, я бы сказал, даже может быть розово. Наверное, потому что там это первая любовь. Это несколько оторвана от реальности. То есть для вас вот удастся впечатление, что ваши отношения, они как бы застряли вот на уровне влюбленности. То есть это не любовь как такова, а именно влюбленность. Вот на уровне влюбленности вы застряли. как будто бы прям вот как будто бы застряли. Я не говорю, что застряли именно, но как будто бы знаете какой момент. И если вы застряли во влюбленности, если это действительно произошло, чтобы вы застряли во влюбленности, ну я думаю, что вам тогда вам тогда нужно взрослеть. Вам нужно взрослеть и понимать, что помимо помимо вашего помимо вашего восприятия помимо того, как вам видится ситуация, помимо того, как вам она представляется, да, помимо этого, есть еще и мужчина, есть еще и его видение этого всего, а его видение, оно оказалось другое. И вы сейчас с его видением на данный момент не считаетесь. То есть у мужчины есть свой взгляд на ситуацию. Так там правильный, неправильный, да, мы сейчас об этом не говорим. речь о другом. Он есть, этот взгляд, и это имеет место быть. Вот то, что произошло, да, имеет место быть. Значит, значит, если это имело место быть, то от этого нельзя отмахиваться. А вы отмахиваете от этого. И из-за этого, конечно, у вас проблемы. Потому что вы реальности не принимаете, а у вас его мудя есть. и вы пытаетесь человека переделать под свою реальность, то есть вернуть ту реальность, которая нужна вам. При этом, что хочет ваш муж сейчас? Что ему важно сейчас? Что для него актуально сейчас? это все вы как-то упускаете из виду. Мужина говорит, что он сломал, что ему надо перебискать, ему тяжело. дайте ему время помыть одному. Дайте ему время услыхнуться, что он больше не относится к вам так, как относился раньше, что не может поддерживать тот бешеный темп отношений, которые задали вы. Понимаете, в чем дело? Поэтому в этой ситуации по отношению к мужчине вы, к сожалению, поступаете эгоистично. Далее. Так, ну, ему предложили работу, так, будем посмотреть, но это, ну, и по окончанию этого месяца заберет меня. Первую неделю все было хорошо, конечно, я переживала, плакала, но все было в рамках. Так, переживали и плакали. после пяти лет отношений, ладно, если бы вы встречались год-два, но вы уже женаты, вы женаты пять лет, и вы плачете, что ваш мужчина на месяц выезжает в командировку. Плачете и переживает. почему? У вас эмоциональная привязанность к мужчине. Первая любовь, возможно, поэтому, самая первая любовь, возможно, еще по какой-то причине, детско-родительские отношения у вас складывались определенным образом. Можно, конечно, гадать, но факт остается фактом, что вы к мужчине явно слишком привязаны. И вопрос в том, почему так сильно вы к нему привязаны. Далее, значит, потом это случилось, из-за чего мой муж резко стал холодным, потому что подчувствовал свободу, подчувствовал, что можно жить по-другому. Он согнулся другой реальностью, которую игнорирует человек, ну, скажем так, влюбленную. То есть, влюбленный поначалу игнорирует тот, что происходит вокруг него. Кроме объекта любви он ничего не видит. А потом однажды реальность дает о себе знать. И вот вашему мужу реальность дала о себе знать именно так. Возможно, это уже давно было, просто у него не было возможности это увидеть. А после ссоры он увидел. Он понял, что можно жить по-другому. И внезапно почувствовал себя легко. внезапно он ощутил, что он делал все, что делал для вас по обязанности, а не потому что хотел. Раньше хотел, а теперь делает по обязанности. Потому что вы застыли в этом состоянии влюбленности и требуете от него этого же самого состояния. Даже слово хорошего не скажет. А зачем? Почему вам это нужно? Тогда до ссоры я была для него любимая родная и как это возможно? То есть он на вас ругается и говорит любимая и родная? То есть это несколько странно, не находите? А тут его как будто подменили там все время ни разу не сказали люблю, что плавуство вообще не интересует как я и что? А почему вас это волнует? ну не сказал люблю ну не сказал теплого слова ну не бандерзавался как у вас дела ну мало никакой у него проблемы вы ведете себя здесь как подросток как подросток которому не хватает внимания вам не хватает внимания вам его не хватает для того чтобы чувствовать себя комфортно а чувствовать себя комфортно нужно самостоятельно В независимости от того, служим мы или нет Да, вам нужна его защита Да, вам нужна его опека Но, простите Простите Та защита И та опека, которую он может дать Если вы видите, что он не дает чего-то Требовать от него не надо Этого Требовать от него не стоит Вот Я просто не могу Меня как будто лопатой по голове ударили Но мало ли, что-то не произошло Почему вы так все драматизируете? Я не понимаю, что произошло Ну, я вам, надеюсь, немножечко объясню В итоге он сказал, что сломался Что потерялся Вообще ничего не чувствует Никаких эмоций Он просто овощи во всем, кроме работы То есть, означает, что на мужчину было давление Это означает, что на мужчину что-то давило Вопрос в том, что Что вы Это однозначно Что именно вас на мужчину давилось Он сломался Ведь Сломаться можно только под давлением Вы же понимаете Сломаться можно только под давлением Значит Если мужчина сломался Значит Он был под давлением Вопрос в том Почему он был под давлением Вопрос в том Как он оказался под давлением Я предлагаю Это очень важный вопрос Ну, очевидно, что вы на него давили Как-то Очевидно, что вы Оказывали на него давление Своим поведением Очевидно, что вы Как-то Как-то вот Влияли на человека Таким образом Именно вот таким образом Что он Сломался По Его выражению По его мнению Взял и Сломался И это Опять же То, что он Сломался Это Ваша Ответственность Это Не его Ответственность А Ваша Это Под вашим Давлением Давлением Он сломался Это В вашем Отношении Ему Что-то Было Не по душе Вопрос Только в том Что Именно А вы Об этом Его Скорее всего Не спрашивайте О том Что именно Его Напрягло Далее Сначала У меня были Истерики Ну Истерики Это Опять же Недостаточка Внимания Недостаточка Внимания Это Либо Страх Одиночества Либо Неуверенность В себе Либо Опять же Сценарий Детки Родительских Отношений То есть Вы копируете Детско-родительские Отношения Меня Бросла Искрайность Искрайность Но когда я Сегодня услышал Эти слова Я решил Спасать Своего Мужа Ну вот Вы Решили Здесь Благополучно Вступить В Треугольник Карпмана Такой Такой Вот Треугольник Карпмана Решили Вы Вступить Когда Один Спасает Другого Причем Спасает От того Что Сам Считает Опасным Спаситель Спаситель Это всегда Тот Кто Спасает Другого В Ушерб Себе То есть Спаситель Это кто Тот Кто Тащит На себе Этого Другого К светлому Будущему Который Видит Сам Спаситель То есть Вы Вот У меня К вам Вопрос Вы Музя Спасаете Для него Точно Для него Музя Спасаете Точно Для него Пытаетесь Него Спасти Потому Что Похоже Но Вы Спасаете Его Не Для Него Похоже Но Вы Спасаете Его Для Себя Вам Это Нужно То есть Вы Говорите Ну Давай Будь Тем Какой Ты Мне Нужен Каким Ты Мне Нужен Будь Тем Не Надо Быть Другим Кем То Другой Ты Мне Не Нужен Другим Я Тебя Не Принимаю Таким Я Тебя Не Не Принимаю И Если Вы Не Принимаете Другим Завникает Вопрос А Что Тогда Любовь Такая Я Печатаю О том Какой Нехороший Самый Лучший И так Дальше Для Чего Я Пытаюсь Дать Ему Теплоту Которую Возможно Не Давало Раньше Почему Не Давало Раньше Нет Вы Давали Ему Теплоту Вы Наоборот Возможно Перегнулись С ней Хотите Мы Снова Поддержив Что Его Любят Он Знает Он Знает Что Его Любят Более Чем Знает Он Устал От Любви Но Он Не Дает Шанса Не Дает Говорить Нет Ничего Не Позвучит Все Продвращено Ничего Не Спаси Все В этом Духе Напоминает Реактивное Поведение Напоминает Реактивное Поведение Поведение Как Сопротивление Он Сопротивляется Против Вашей Любви Потому Что Ваша Любовь Это Любовь Несвободная Это Любовь Которая Связывает А Он Связан Быть Не Хочет Потому Что Он Хочет Быть Свободным Он Почувствовал Каково Это И Он Хочет Быть Свободным Это Его Право Приступ Значит Так Говорит Не Надо Ехать А Если Я Приеду Он Вообще Монахи Пойдет Или Потеряется Просто Ну У Него Тоже Видимо Сейчас Истерика Мужчина Тоже На Стабильном Состоянии Находится Тоже Перезимает Вы Говорите Помогите Как вам Помочь Какую помощь Что вы Хотите Слова Подобрать Чтобы Чтобы Мы Подобрали Вам Слова Которые Которые Вернули бы Его Вам Таких Слов Нет Я Его Очень Люблю Хочу Вытячить Из Этого Состояния И Сохранить Семью Я Его Очень Люблю Что Для Ваш Любовь Хочу Вытячить Его Из Этого Состояния И Какого Состояния Он Хочет В Этом Состоянии Ему Нравится Это Вам Нравится Его Состояние Это Ваша Проблема В Он Вам В Нравится Состояние Оно Вас Бесит Оно Оно Вас Разжает Оно Вас Вводит В Состояние Истерики И Именно Поэтому Вы Хотите Вы чтобы вам было спокойно. Простите себя, а почему вам неспокойно, когда у него такое состояние? Он вас не просил о том, чтобы вы его вытаскивали. Почему вы делаете насильно, если вы любите его? Далее. Тем более, что у него здесь эстериков говорят, монах пойдет и так далее. Там все очень серьезно. Отнеситесь с уважением к человеку. Если вы любите его. Я его очень так. Сохранить семью. Для чего? Для чего сохранять семью? Вернуть ему любовь и чувство, что были. Нельзя вернуть чувство и любовь, если они ушли. Нельзя вернуть чувство и любовь такими, какие они были. Теперь, как было раньше, уже не будет. Мужчина понял, что он другой реальности. Влюбленность, иллюзия влюбленности, которую вы создали, ушла. Теперь мужчина понял, что он живет в другом мире. Он понял, что он не влюблен в вас. Может быть, любит, но не влюблен. Для того, чтобы осознать любовь на время. Дайте ему это время. А сами поработать и над своей самодостаточностью, над своей уверенностью в себе, над своим опасением потерять семью и остаться в одиночестве, а также, а также, над самооценкой. Если не хотите, можно с психологом это сделать. Потому что вы, как вам и сказали мои коллеги, вы сейчас своей настойчивостью только отталкиваете молодого человека от себя. Это неправильно. Это приведет только к тому, что он будет вам сопротивляться еще больше и в итоге совсем от вас уйдет. Если хотите его сохранить, примите его мнение. Скажите, да, хорошо, как хочешь, как тебе лучше. И так далее. Вот это то, что вы реально можете сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.